Начнем, помолясь. Сегодня у нас выступает большая группа исследователей. Ну вот, список тут приведен. Рассказывает, скорее всего, будет Андрей Владимирович Леонидов. Агентная модель процесса формирования научных результатов. И, судя по названию, хочется сказать, что вот ученый, он выделяет научные результаты так же, как печень желчь. Такое ощущение от формулировки. Ну давай, Андрей, расскажи нам, как формируется. Ну нет, это я как, это понятно, что абсолютных утверждений на эту тему нет и не может быть. Но вот с точки зрения Генезиса, вы видите, что эта работа, ну просто по цифре один, вы видите, что она сделана в нашей лаборатории ФИАНЕ. ФИАНЕ. Вот. Екатерина Васильева, это Екатерина Серебрянникова. Мы знаем, да. Да, да. Вот. Ну, может быть, вы меньше знаете. Значит, Олег Викторович Иванов и Андрей Владимирович Колобов, это ФИАНЕ. Они оба заместители директора, но они оба при этом являются активными учеными. Олег в сфере преподавательной математики, Андрей в сфере биофизики и приложений такого рода. Ну, остальных вы знаете. Начну. Значит, исходная версия модели разрабатывалась в рамках работы по гранту Миннауки. Грант, он был объемный достаточно, но сравнительно краткосрочный, с декабря 2019 по октябрь 2020 года. И все работы по этому гранту были, разумеется, выполнены. Там было больше, нам нужно было сделать несколько вещей, в частности, относящихся к разработке антологии, графовой базы данных и других вещей. Но одним из пунктов была разработка агентной модели. Но сразу скажу, что в некотором противоречии с тем, что вы дальше услышите, финансирование закончилось, а работа над этой моделью продолжается. И закончим мы ее тогда, когда мы будем этим удовлетворены. Это, Володь, к твоему комментарию. Что просто мы работаем, у нас есть возможность работать, и мы работаем над этим не потому, что нам дают за это деньги. Я насчет денег ничего не говорил. Нет, это я... Работаем не за деньги. Ну да, но это вы поймете, почему я это сказал, потому что, разумеет, в рамках... Ну, я не представляю себе модель, в рамках которой такое можно формализовать. Цель исследования – это разработка модели, которая позволяет анализировать различные сценарии в зависимости от характера задач, поставленных или осознаваемых в этой сфере и конфигурации драйверов развития, таких как финансирование. Основное требование к модели на этой стадии был максимально реалистичный учет имеющейся институциональной структуры, сферы науки. Ну, что означает, что ту информацию, которая у нас была, более подробно, я расскажу об этом ниже, нужно было максимальным образом учесть. Агенты в модели не являются стратегическими и реализуют заданные алгоритмы действий. Это необходимость, а не формулировка нашего отношения к тому, как такие задачи надо решать. Дело в том, что в сложных задачах, как правило, довольно большой объем результатов можно получить в терминах агентов-автоматов. И до тех пор, пока это пространство не будет осознанно, вводить стратегические компоненты, мы считаем, нецелесообразно. Но в любом случае в модели такой сложности, как эта, у нас и времени на это нет. Андрей, можно спросить, что подозревается по стратегическим? Ну, вот ученые, да? Какая у него может быть стратегия? Но стратегическим это означает, что нет функции полезности. Вот этого элемента нет. Они не выбирают стратегии, да? Да, они не выбирают стратегии. Да, они не выбирают. А и приписывается определенный порядок действий. Да, да. Как печень желчь. Ну, нет, не совсем. Володя, ну, эти, значит, такие физиологические сравнения здесь не очень уместны, мне кажется, все-таки. Да, ну, автомат, чего там? Ну, автомат, ну, автомат есть автомат. Да. Можно брать любой орган. Да. Если сравнить. Да. Это правда. Да, значит, и вот этот вот последний пункт, значит, он важен, и я поэтому сюда вот его включил в эти самые предварительные замечания, что каждый из нас понимает, что рождение нового знания – это таинство на самом деле. И это таинство на индивидуальном уровне очень трудно к чему бы то ни было привязать. И в этом смысле, вот сразу скажу, что мы ни в коем случае не претендуем на реалистическое описание индивидуальной мотивации и вот механизму генерации этого знания как такового. Эта модель рассчитана на описание работы в коллективах исследователей в измеримых терминах. То есть, ну, скажем, в терминах количества и качества публикации, количество и качества разработанных технологий и так далее. Ну, это, как мне кажется, это довольно стандартная на самом деле ситуация в математическом моделировании социально-экономической реальности, но поскольку это место многие коллеги считают очень важным и чувствительно очень к нему относятся, вот я сразу скажу, что мы, конечно, не считаем исследователей автоматами, в общем, ничего такого не считаем, но вместе с тем хотим предложить уровень моделирования, при котором прокси для некоторых важных вещей в модели присутствует. Андрей, означает ли это, что раз вы говорите об описании результатов, что эта работа не претендует на прогнозирование? Она... Нет, я... Давайте я все-таки расскажу сначала работу, а потом вы конкретно увидите, на что она претендует. Вот здесь схема модели в картинках, в которой уже все сущности представлены. Итак, ну, основной, конечно, единицей является исследователь. Вот. И... Но исследователь вот эти самые исследования осуществляет не самостоятельно, а либо в рамках институтов научных, либо в рамках специально созданных групп, но групп специально созданных для реализации грантов. Ну, и в этом смысле институт – это такое долгосрочное явление, а грант – это краткосрочное явление, и финансирование тоже у них по типу разное. Институт – это госзадание, а грант – это грант. И вот уже в этом месте я хочу обратить ваше внимание, что одна важная вещь уже тем самым учтена, что на самом деле для того, чтобы появилось научное знание, нужно окружение. Вот поскольку совсем индивидуальный исследователь, находящийся в чистом поле, вне взаимодействия с коллегами, вне институциональной структуры, какой бы то ни было, вряд ли способен получить содержательные результаты. Но есть только случайно. И видите, да, вот это замыкается. Итак, сама научная деятельность осуществляется в рамках двух типов учреждений или коллективов. А вот эта картинка описывает то, чем, собственно, научный работник или агент в этой модели занят. Занят он четырьмя типами вещей. Три типа вещей. Первые три возникают только в рамках его существования в организациях. И четвертый тип вещей возникает как в результате того, что он находится в этих организациях, так и просто в результате существования его как такового. Итак, первые три. Первое – это либо публикации, либо результаты интеллектуальной деятельности, преподавание, руководство, то есть административная работа, и, наконец, саморазвитие. И вот это саморазвитие является как следствием того, что он находится в коллективе, так и все-таки является свойством самого человека или исследователя. И в этом смысле стрелочка вот так вот замыкается. Я показываю эту картинку для того, чтобы, во-первых, познакомить вас с структурой модели, а, во-вторых, показать вам, где, как мне кажется, заложены прокси для более детального анализа, возможно, уже в более стратегических терминах. Итак, еще раз перечислим сущности эти, которые были на картинке. Есть агент-исследователь, который характеризуется возрастом, публикациями, соответственно, с авторами и афилиацией. Организация, у которой есть какое-то госзадание, есть какое-то количество сотрудников, но и она где-то находится. Научная группа, которая создана, создается для выполнения гранта. Сам результат – это либо статьи, либо риды. Но сразу скажу, что ридов как таковых, по ридам как таковым у нас сейчас результатов нет. Те реализации компьютерные, результаты симуляции, с которыми я вас познакомлю, относятся только к научной деятельности и в одной области науки. Есть государственное задание и есть грант. Ну, несколько комментариев. Что такое квалификация? Это мера способности получать научно-технические результаты определенного качества. Еще раз, значит, получение результатов возможно только в рамках коллективов научных, а индивидуальным, ну, не вполне индивидуальным, но все-таки, значит, является саморазвитие. Это единственное место, где вот оставлено. Теперь нормировка модели на реальности. Используя данные по статистике публикационной активности, дальше, перед тем, как показать вам результаты симуляций, я скажу более конкретно, что имелось в виду, и данные отчетов академических организаций. И добавлю здесь, я забыл вписать, и данные о структуре финансирования в целом, в частности, доли госзадания финансирования, доли грантового финансирования, и типом грантов, которые встречаются, РНФ и РФИЧС. Итак, вот еще раз, значит, у нас есть учреждение. С этого мы начинаем. Наша стартовая картина – это научная организация, в реальности институт Иран для этой модели. И по этой уже картине мы знаем несколько вещей. Во-первых, есть размер госзадания. Во-вторых, есть граф соавторства. То есть мы знаем, как устроен… Вы знаете, что в публикации можно построить графы соавторства, на ребрах которого статьи в узлах соавторы. Вот, это один граф, а второй граф – это связи между людьми, которые возникают не благодаря соавторству, а благодаря тому, что они работают в одной организации. То есть есть два… То есть вот эта когезия агентов осуществляется за счет двух механизмов. Первое – это совместная работа, и второе – это совместное нахождение в одной организации. Итак, граф соавторства и нахождение тоже в одной организации – это оценка взаимодействия агентов, а количество и качество публикаций позволяет оценить их квалификацию. Организация – это что такое? Институт, лаборатория? Да, организация – это институт. Институт, поскольку сказано, что организация характеризуется госзаданием, ну, на том уровне, на котором мы находимся сейчас, мы пока вот… Давайте я сразу это скажу. Я сказал, что то, что я рассказываю, это предварительная версия. В этой предварительной версии, чтобы успеть это сделать, речь идет о сокращенном числе научных сотрудников по сравнению с реальностью. И мы не могли моделировать институт отдельно. Сейчас написан код на C++, который позволит это сделать в ближайшие недели уже. Мы на пороге того, чтобы иметь возможность работать с реальным количеством научных сотрудников. И тогда мы можем спуститься на уровень организации. Но чтобы госзадание внутрь организации проникало глубже, чем уровень самой организации, это, мне кажется, слишком детально. Хотя это так и есть. В рамках академических институтов госзадания часто привязаны к группам меньшего размера, к лабораториям. Скажем. Вот. Но наши… Да, вот в исходной симуляции организации – это были институты. Вот то, что мы знаем об институтах ран. Итак, значит, входные данные были данные публикационной активности, данные о научных организациях. Это отчасти возрастная структура. И, значит, собственно, принадлежность к организации. Есть предположения о ненаблюдаемых параметрах. Это может быть не очень удачный термин, но нам нужно сказать, как мы оценим, скажем, квалификацию, которая позволяет описать, как, собственно, происходит генерация знаний и возможные сценарии финансирования. Вот это все, значит, агентная модель. Она на выходе своем выдает различные сценарии, по которым мы можем проследить, что происходит. Что происходит, например, с распределением исследователей по возрасту. Что происходит? Сейчас не очень понятно. Распределение исследователей по возрастам – это же не результат, а исходные данные? Нет, это исходные данные, но когда вы запускаете модель, у вас приходят молодые, происходит отток из системы. Я потом опишу. Есть механизм ухода в другие сферы экономики, есть для этого прокси, и есть просто уход по возрасту. И это, кстати, вообще, как и в любой динамической модели, надо сказать, что здесь очень тонкие эффекты разные возникают. То, что вы увидите, это довольно-таки… Сегодня я вам покажу графики с довольно простыми вещами. То же самое происходит с квалификацией. В результате жизни этой системы с исходными данными что-то происходит. И вот эти графики – и есть цель, на самом деле, этого исследования. Какие они могут быть в зависимости от предположений, ну, в частности, от предположений о характере финансирования. Это то, что я покажу в конце. Итак, значит, к актеистике ключевых объектов здесь. Объект-исследователь. Да, я сразу скажу, что сейчас вот в самой модели и в коде заложено гораздо больше, чем реализовано сейчас. Сейчас реализовано только одно научное направление. То есть все сами симуляции реализованы только в рамках одного научного направления – физика. Но, тем не менее, структура самой модели богаче, и поэтому я хочу вам о этом рассказать. Она заложена уже в код и может быть использована. Значит, агент может работать по некоторому набору направлений. В рамках каждого направления он может заниматься двумя вещами. Это, собственно, фундаментальными исследованиями и разработками технологий. Вот, то есть вы видите, да, значит, по каждому направлению вот этот внешний контур – это либо ресурс, либо девелкн. Теперь вот ключевое место, как сформирована модель. Модель, сформированного вокруг распределения времени. Это, как вы знаете, элемент довольно современных конструкций, которые, в частности, к научно-техническому прогрессу относятся. Вот Локус и Мол, например. И мы выбрали вот этот способ рассказать о том, что происходит с агентами. Агенты как-то распределяют свое время между повышением квалификации, подготовкой, собственно, работы, то есть написанием статьи и разработкой технологий, преподаванием и административной работой. Вот у них есть четыре вида деятельности, которые вот здесь вот. Под повышением квалификации, что понимается? Не самообразование, а… Это такой, как это сказать? Но у нас есть только один символ для этого. Это один параметр, который либо растет, либо падает. Это просто прокси для уровня. И вы увидите, что мы… Когда я покажу уравнение, вы увидите, что мы считаем, что на него влияет. Ну, это понятно, что там есть убывание. Если ничего не происходит, то уровень падает. Не очень понятно, как это можно изолировать, потому что, на мой взгляд, то повышение квалификации происходит как раз в результате самих исследований и преподаваний. Нет? Нет. Нет, не только. А как? А как? Человек растет именно по мере того, как он делает научные работы. Вы знаете, это да, но это… Вы имеете в виду что-то другое? Нет. Там есть, например, и просто взаимодействие в коллективе. Вот вы приходите на семинар, и ваша квалификация растет благодаря тому, что вы слышите. Вот вы находитесь в коллективе. Это более сложно. Но это как раз одна из вещей, почему, собственно, мы рассказываем это сейчас. Мы как раз хотим выслушать, что коллеги думают по этому поводу, и, конечно, мы можем разное реализовывать сценарии. Мы поступили так. Это вот прокси для всего, если хотите, для той тайны. Мы не очень понимаем, как лохматывать. Андрей, а какие процессы моделируются, собственно? Сейчас сказано, значит, они либо пишут статьи, либо технологии разрабатывают. А преподавание тогда? Преподавание моделируется? Что это? Создание? Что это? Преподавание процесс, который вы моделируете? Я предлагаю все-таки дослушать до конца, потому что преждевременные вопросы. Давайте послушаем модель до конца, а тогда… Это я уже сказал, это просто картинка, которая повторяет. Есть финансирование двух типов, госзадание и грантовое, и они отличаются по требованиям, скажем. В ГЗ это более длительное и менее требовательное финансирование. Теперь научная организация – это то, что объединяет достаточно большие группы. Начальное распределение исследователей по реальным данным задается, которые у нас были по Академии наук. А ключевая задача организации – это выполнение государственных заданий. Теперь на этот момент в модели нет университетов, и они явно не моделируются. И, с другой стороны, нужно сказать, как попадают новые молодые сотрудники. И в модели принято, что молодые сотрудники попадают в организацию благодаря преподавательской деятельности тех, кто в этой организации работает. Что, как минимум, отчасти реалистично. Работа в организации, это я уже говорил, это одна из причин формирования связей. Ну и роль организации, и это будет подтверждено симуляциями, это то, что организация обеспечивает возможность долгосрочного нахождения в науке и решения задач. Ну и в этом смысле относительно стабильный, хотя, может быть, и не самый высокий доход. Группа исследователей – это, ну, вы видите, да, что формулировка как фиан-фианом, а математики это писали. Вот, значит, это под множеством, множеством исследований. Группа формируется для выполнения грантов, значит, и может содержать исследователей из разных организаций. Что касается характеристик гранта, то это временные параметры, то есть, когда начинается, когда заканчивается, кто лидер гранта. Это, значит, каков доход от работы, работы по гранту, ну и направление, в котором производится работа. Каждый грант, который появляется при моделировании, он характеризуется атрибутами. Вот здесь написано. Часть из них не реализована, вот, скажем, сейчас не реализованы требования, которые во многих грантах присутствуют, на долю молодых сотрудников. Это вот то, что будет в ближайшее время добавлено. Но для тех вопросов, на тех результатах, которые я вам покажу, это не будет существенно. Но вообще в коде в самом все прописано. Теперь, итак, значит, есть активные вот эти коллективы, в которых агент состоит, и он распределяет свое... Андрей, а вот у вас, извините, у вас там требования к результатам по гранту. Вот это как... Да, требования к результатам по гранту, но его можно по-разному формулировать. Можно, но можно просто количеством статей. Можно, но мы это оценивали по... Часто при этом в современных требованиях еще есть и квартили в требованиях. Ну вот мы что-то такое усредненное туда. Наше представление о том, как выглядит комплексный балл публикационной результативности, который должен получиться в результате выполнения. Ну, действительно, в грантах на самом деле нету какого-то числа статей необходимых. Нет, но если есть... Нет, нету, но для того, чтобы... Иначе это будет слишком сложно. Если реальная процедура, тогда вы в заявке говорите, сколько статей вы напишете. И тогда нужно суперсложный розыгрыш проводить, конкурс реальных заявок. То есть нужна экспертиза, и это выведет нас... Это еще год программирования. А длина статей как-то учитывается? Нет. Может быть 100 страниц, а может 5, и это все одна единица? Нет, нет, конечно, конечно нет. Но на том уровне, как это, зернистости, которые здесь... Откуда-то брали данные? Да, да. Нет, но у нас есть представление, конечно, в Фиане же есть представление о том, как выглядит грант. Сейчас для нас важно... Вот для того, что я расскажу, важно только, как выглядит типичное финансирование и требования к руководителям. Вот требования к руководителям прописаны очень ярко. Они учтены. А в этом смысле все остальное действительно не очень важно, и это на всякий случай. Здесь довольно много есть вещей, которые написаны для полноты. Значит, если что, то в коде это уже есть. Сейчас требования к руководителям являются главным. Ну, тем, что реально известно, и к чему привязано довольно много показателей, вот они учтены. Ну, а какие требования? Честно говоря, руковожу грантами много-много лет, я не знаю, какие требования к руководителям. Ну, как, чтобы академиком был там. Нет, такого нет. А вот и Виктор Меевич, но я предположу, что именно поэтому вы и не знаете. Явно, может быть, нету, но, конечно, кому дадут грант. Да нет, но есть, конечно, есть требования на количество публикаций в квартирах, в ВОЗ за последние годы. Есть такое. Есть. Но оно не прописано, это как бы не явно. Нет, в некоторых прописано просто. Значит, ну, это, понимаете, это, да, оно может быть не прописано явно, но все знают, что если там меньше и меньше некоторого, есть же внутренняя кухня. Но мы не можем, поскольку у нас нет процента рецензирования, мы с неизбежностью часть вот вещей, которые мы о системе знаем, переносим сюда. Но в любом случае для нас, на самом деле, что касается уровня, на котором мы сейчас это рассматриваем, для нас существенные требования по возрасту. Требования по возрасту очень существенные, поскольку, ну, скажем, если есть цель поддержать молодых ученых некоторого уровня, вот у нас, скажем, есть специальный грант для будущих PI около 30 лет. Вот, такой и есть. Так что в этих, это я вам рассказываю, ну, такую самую-самую-самую общую структуру в тех симуляциях, которые я покажу. Там все совсем просто. Ну, вот есть вот тем самым, давайте мы не будем через все эти индексы. Индексы просто отражают, отражают вот те, ну, возможные наборы, по которым этот агент, которыми этот агент характеризуется. И так вот, на распределение по времени накладываются некоторые ограничения. Значит, в частности, минимальная доля свободного времени, которую он тратит, которую агент тратит на повышение своей квалификации. Ну, кстати, Виктор Меевич, например, чтение статей. Ну, да. Чтение статей – это элемент научной работы, на самом деле. Это не просто повышение квалификации, а я читаю статьи, именно связанные с моими интересами. Это, ну, я бы сказал, что здесь есть много людей, в частности, про себя я точно могу сказать, что я очень многие статьи читаю просто потому, что меня что-то цепляет. Не потому, что это является конкретным интересным путем, а потому, что меня цепляет что-то, чего я еще даже сформулировать не могу. Я думаю, что так для многих. Так тоже бывает, конечно, да. Ну, я и говорю, что поэтому вот это, на самом деле, это саморазвитие, это прокси для многих-многих механизмов. Нет, Вить, я хотел встрять здесь и сказать, что, Вить, чтение научных статей – это, конечно, необходимая абсолютно вещь, но она не учитывается в результатах работы. Ну, нельзя же за грант отчитаться тем, что я прочитал 100 статей. Здесь об этом не идет. Здесь идет об уровне квалификации. Об этом. Поэтому квалификация зависит от того, сколько статей ты читаешь. Ну, это правильно. Ну, во всяком случае, мы такое щедрое сделали предположение, что каждый человек самосовершенствуется в научном смысле. Просто каждый сотрудник научной академии наук это делает. Я уж не знаю, правда это или нет, но предположение такое есть. Ну, и если, когда речь дойдет о междисциплинарных исследованиях, возможности для этого здесь есть, то будет некоторый перекос в сторону основной специальности. Но пока, как я говорил, у нас только в симуляциях, только одна область науки. И есть ограничения на административную деятельность тоже. То есть, ну, оно сверху. Не больше некоторых. Ну, и, наконец, нужно сказать что-то о ставках преподавателей. И тут, значит, ну, это с фиксированными параметрами. Сейчас мы приняли очень простую модель для моделирования того, как происходит общение с учебными заведениями. Мы, значит, у нас есть ранжирование по уровню научных сотрудников, по их квалификации. Так вот, мы берем какую-то часть верхнего списка и какую-то часть молодых. И, значит, каждую, грубо говоря, фиксированную долю вот этого верхнего списка даем по ассистенту. И вот так у нас устроено взаимодействие с высшей школой, что, по-моему, тоже, по крайней мере, по моему личному опыту, по крайней мере, отчасти реалистично. Так оно и происходит. Активные люди, я вижу это по ФИАНу, ну, практически все преподают где-то на фистехе или вышке. И в этом процессе участвует молодежь. В этот процесс возникает фиановская молодежь. Так что это так. В общем, вот этот приход, это важно даже не с точки зрения дохода, а с точки зрения того, что, во-первых, часть времени уходит. То есть это ограничивает время на другие виды деятельности. Ну, а во-вторых, вот без этого не будет притока молодых. Вот, значит, есть квалификация. Есть три вида квалификации. Научная, административная и преподавательская. Вот, значит, научная квалификация зависит от двух вещей в модели. Первое – это интенсивность и саморазвитие, которая, в принципе, для разных людей может быть разная, но пока для всех одинаковая. И вот это вот очень важно – включенность в работу сильных коллективов. То есть когда предполагается, что когда либо статьи пишутся с сильными соавторами, либо сам институт результативный, то это влияет на научную квалификацию агента. То есть есть вот экстерналия такая, кроме вот самой мотивации, есть экстерналия, связанная с совместной научной работой и просто с нахождением в сильном институте. Поскольку, еще раз, мне кажется, что на самом деле нахождение в сильном коллективе – это совершенно неформальный, но ключевой фактор для того, чтобы человек успешно работал. То есть коллектив – это организация? Да, в данном случае это… А как оцениваются силы коллектива? По результатам? По публикациям? Да, да, да. По публикациям? По публикациям с учетом всяких кухон. Ну, это да, там есть. Но это очень хотелось бы как-нибудь от этого… Ну, совсем от этого не уйдешь, поскольку сейчас по-другому не скажешь. Но, конечно, если бы было понятно, как моделировать экспертизу содержательную, вот как, если бы была возможность гамбургский счет устроить, вот здесь, то это было бы идеально. Но я вот не знаю, как. Андрей, но все-таки у вас есть вот игроки и тт тысяч. Как измерить этот параметр? А, нет, ну мы просто… Он собирается. Конечно, мы просто говорим, что он какой-то. Ну какой-то. А когда вы хотите реализовывать эту модель, на что вы будете опираться? Это что, экзогенная величина или все-таки измеримый параметр? Измеримый параметр – это усредненное представление о количестве и качестве, ну вот в едином параметре, исследователи, которые из данных, просто начальных, мы их знаем. Мы знаем, как сотрудники Академии наук публиковались за последние пять лет перед стартом модели. Нет, здесь же характеристика способности агента к передаче знаний. Как измерить этот параметр? Нет, ну, измерить никак. Мы предполагаем его каким-то… А тогда, скажем, включаете в модель неизмеримые параметры? Любой… Не надо. Я правильно понимаю, что он, в частности, подбирается так, чтобы выходные данные… Это полно экзогенных параметров, тут можно получить все, что… Любая… Давайте мы… Вот в философские дискуссии, я вступать не готов. В любой агентной модели десятки параметров. В любой макроэкономической, вообще в любой агентной модели десятки параметров. Андрей, речь идет о том, что некоторые параметры… Подождите. Некоторые параметры, они берутся из какой-то… А некоторые… А другие подбираются так, чтобы настроить… Да, да, да. Так вот, вопрос, собственно, это настроечный параметр? Настроечный, конечно. Вот и все, вот и ответ. Вот и все, это настроечный параметр. Ну, разумеется, да. У нас будет представление, значит, ну, обычно это делается так. Значит, существует какой-то реперный режим ожидаемый. Параметры модели настраиваются на этот реперный режим, а потом исследуются вариации относительно этого режима. Да, все понятно. Ну, а то, что этих параметров еще раз много, это у нас 30, например. Ну, около 30. Да, это обычное дело. Да, да. Вот, значит, ну и что-то… И теперь вы видите, да, дальше у нас есть формула, как… Ну, просто вот как, если в момент времени t-1 вот этого самого квалификации была чему-то равна, то есть несколько вещей. И первое есть depreciation, что я слово… Амортизация. Амортизация. Ну, как-то слово амортизация к человеку применять… Ну, нет, нет, ну почему? Ну, понятно. Ну, амортизация – это омертвление. Так что это все правильно. Да. Ой, Володь, это потрясающе. Я никогда… Никогда… Это точно так, но я никогда об этом не думал. Нет, все правильно. Амортизация, но дамортизация, конечно, да, это латынь, да, или французский. Да. Смерть, морд. Вот. Есть… Итак, есть естественная потеря квалификации, есть приобретение квалификации благодаря саморазвитию и преподаванию, и есть влияние окружения. Вот. И эти… Да, эти параметры подбираются. Вот здесь, в этом месте… Ну, на самом деле, это одно из мест, где, конечно, мы можем более содержательные модели подключить, но я… Которые мне известны относительно того, как человек развивается, ну, как, например, происходит обучение, не позволяют оценить коэффициенты надежно. Ну, скажем, теоретика, игровые модели такого рода, те оканчиваются неопределенностью относительно параметров соответствующих, по крайней мере, те, которым неизвестны. Но оно понятно, что прямо в этом месте, конечно, это одно из многих мест модели, которое открыто для более содержательного, ну, как это сказать, подключения, для подключения более содержательной модели. Итак, с научной квалификацией происходит вот такая вот вещь. Она, значит, падает благодаря вот омертвлению или устареванию знаний, растет благодаря саморазвитию, преподаванию и влиянию окружения. То же самое происходит с административной квалификацией и преподаванием. Давайте я, может быть, не буду подробно на этом останавливаться. Ну, вот с каждым таким уравнением связано некоторое количество параметров. Все линейно, все линейно, насколько я. Да, ну, это, да, это, ну, если... Ну, у нас... Я даже оправдываться не буду, но это... На самом деле это уже обсуждалось. Здесь есть принцип минимализма, он точно должен соблюдаться. Если подключается нелинейность, мы должны точно знать, что она присутствует и критически влияет. Ну, то есть ее обязательно нужно учесть. Правильно, правильно, я согласен, да. Вот, значит, итак, сама результативность. То есть уже, значит, у нас есть результативность коллектива, который, ну, вот видите, смешанная, значит, мультипликативно. Вот. Надо пояснить, что там в правой части какие. А, в правой части Y – это административная квалификация лидера за это то время, которое... Административная, именно его умение администрировать имеется в виду. Да, да, да. А не научная. А не научная, да. То время, которое он уделяет, но он сюда тоже войдет. Вот трудозатраты, он сюда тоже войдет, в само производство научных знаний оно тоже будет. Но, конечно, результат работы по гранту, ну, это упрощение, понятное дело. Но я бы сказал, что если руководитель совсем ничего не делает, то можно предположить, что результат около нуля и будет по опыту. Ну, здесь вообще к любому уравнению можно ставить какие-нибудь вопросы. И очень хочется как раз, если нас чему-то научат, будет просто замечательно. Так, значит, а административность агента зависит просто от интенсивности, то есть доли времени, которую он проводит в различных коллективах. Вот, ну, соответственно, вот этот рез, значит, он может работать в разных группах. Ну, а, значит, а это коэффициент просто в доле определенности. Теперь отдельная интересная вещь, это как формируются научные группы. Это довольно детальный процесс, который прописан, значит, а именно в начале каждого периода появляется, период у нас год, появляется список новых грантов. И каждый новый грант инициирует формирование группы. Коллектив должен удовлетворять требованиям, которые там прописаны. Ну, в данном случае, у нас фактически это только требования, еще раз, требования некоторые к начальнику, и иногда требования к возрасту. Вот, и потенциальные руководители, соответственно, ранжируют... Минуточку, вот здесь возникает вопрос, что значит объем свободного времени. Вы предполагаете, что работа по госзаданию, по грантам, это совершенно разные вещи? Да, 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 и да, это предположение, но иначе мы просто не разберемся, потому что тогда включаются, если в эту сторону смотреть, тогда возникнут межвременные механизмы, Виктор Милевич. Уже внутри года я буду перераспределять время между работой над одним, над другим, и что такое одновременно... Ну, нынешними правилами прямо запрещено. Ну, да, правилами запрещено, но практика другая. Ну, видите как, значит, у нас точно нет цели моделировать практики, нарушающие установление начальства. Ну, хорошо. Спортное дело. Дело, что само это правило, на самом деле, не очевидно, что оно правильное. Давайте, вот одно из возможных использований такой модели как раз может состоять в том, что давайте мы дадим возможность перекрытия какого-то. О, да, когда это должно быть в модель включено, да? Да, но мы можем это сделать, как и много других вещей. Мы можем это сделать и посмотреть, какой будет результат. Собственно, для этого эта модель и делается. Да. Так, значит, ну что делают потенциальные руководители? Они, во-первых, значит, ну, ранжируют список грантов. Ну, понятно, да, что сами руководители, ну, начиная с академиков, вниз, там, у них, у одних больше возможности получить грант, поскольку они являются замечательными учеными, там, с показателями, формальными, неформальными, здесь в конце концерта, может быть, не так важно, но они, их интересуют, тоже не очень очевидно, но для простоты мы сказали, что они важность грантов аранжируют просто по деньгам для себя. А, они не потому, способны они этот грант поднять или нет? Ну, вот ты физик, а где-нибудь по медицине будет грант? А, по медицине у меня не будет квалификации, я его не получу. А, понятно. Так, там в требования гранта входит квалификация по этому направлению. Угу. Хорошо. Вот, здесь, что здесь ясно, но, тем не менее, к тому, что ты сказал, современное знание во многом междисциплинарное. Как это правильно сделать здесь, то есть, какие-то закладки мы оставили, но как это правильно сделать в рамках существующей структуры, мне пока не очень понятно, мне даже не очень понятно, что такое междисциплинарный грант, на самом деле, то есть, таких нет, ну, или практически нет. Вот, итак они, теперь, как... Определяется, кому, он же, вот, хорошо, есть этот грант, и предполагается, что потенциальный руководитель рассылает приглашения участникам в будущем. Как он это делает? Мы предполагаем, что он рассылает их только тем, с кем он связан, ну, одной, ну, на расстоянии один или два на этом графике. Вот. Это достаточно реалистичное предположение. Если оно кажется слишком строгим, то в духе того, что делается в теории графов для, когда характеристики ранжирования, как пейдж-ранг или когда смол-голд объясняется, можно добавить небольшую вероятность того, что кроме окружения может быть случайная связь с кем угодно на графике. Такое можно добавить, но сейчас этого нет. Значит, либо соавторы, соавторы соавторов, либо работа в одной организации. Ну, вот они, как я уже сказал, ранжируются по обыванию административной квалификации, кроме этого, и с некоторой вероятностью исследователь начинает формирование группы. То есть, если на него, вот, если он готов подавать заявку, то из списка грантов он выбирает грант наибольшего объема, требованием к руководителю которого он удовлетворяет. Значит, в том числе он должен проверить, что у него есть достаточный запас свободного времени на дополнительную административную нагрузку, которая в связи с этим возникает. Вот. Значит, если он удовлетворяет требованиям, он рассылает приглашение, назначает себя руководителем и собирает, прошу прощения, и собирает коллектив, вот, который, ну, некоторым требованием, значит, мы все-таки предполагаем, значит, это, конечно, не очень все, но это привязано к реальности только на основании реального опыта, скажем, фиановского, но некоторый уровень предполагается, что для того, чтобы успешно грант выполниться, необходимо собрать коллектив, который некоторым минимальным, который некоторым требованиям удовлетворяет. Ну, это на самом деле, вот, как уже Виктор Меньевич этот вопрос задавал, я думаю, что это прокси для качества заявки. На сегодняшний день это так выглядит. То есть коллектив должен быть способен выполнить заявку, которую сам же и напишет. То есть под знаком суммы что у нас стоит? Под знаком суммы стоит у, это квалификация, умножить на время. То есть это прямо результаты. Так, а время, которое квалификация умножить на время? Да, да, да. Ну, потому что это и есть, ну, это и есть. Ну, понятно, да. Считается, что, да, понятно. А время там входит туда в баланс времени. Да, да, а время входит в баланс времени. В этом смысле это действительно, ну, это один, отсюда один шаг до какого-то локуса и молого. Ну, только надо написать полезности, надо написать, как они к этому относятся. Ну, да. Это такое автоматизированное распределение времени, но, как мне кажется, это правильно. Так, а в правой части у нас что стоит? Это результативность. Это требования, которые связаны с результативностью группы. И, видите, вот деленными на тот множитель, который был. Помните, он был вот там? Вот он. Вот на него надо поделить, поскольку это к группе относится. Вот. Дальше у нас есть некоторое упрощение, а именно, что предполагается, что исполнитель всегда соглашается на предложение, полученное от потенциального руководителя. Но дело в том, что поскольку происходит это ранжирование, то это предложение лучшее. Значит, если группу удалось сформировать, то тогда финансирование определяется всех, пропорциональное их вкладу в общий результат. Плюс некоторые безусловные уровни. А какие группы-то выживают, ну, то есть получают грант? Как это? Ну, как? Это совершенно механическая вещь. Если дано один грант, то получится одна группа. Если 10 грантов, то 10 групп. Ну так, вот объявлен грант. Тогда на него 10 групп образуются. Как среди? Ну, это лучше. Нет, ну как? Это же они... Есть соревнования параметров. Группы формируются так. Конечно, их формирует группа, реально будут формировать лучшие, которые с указанной вероятностью вообще этим занимаются. У нас есть какое-то прореживание вероятностное. После этого состав самой группы уже менее тривиален, потому что у участников может не быть времени. Вот. Они могут не обладать достаточной квалификацией. Тогда останутся свободные места, которые надо заполнять. И это вот некий процесс, который идет сверху вниз от лучших руководителей к относительно худшим. То есть грант получают те, кто лучше, ну как бы... Да. Да. Какие критерии для отбора? Один какой-то критерий должен быть или как? В каком смысле? Ну, отбора группы. Этот механизм реализован так. Вот то, как он организован по квалификации, значит, начинается. То есть если мы начинаем сверху, то есть люди, которые обладают высокой административной квалификацией, которые собирают хороший коллектив, если им это удается, они его и получают. Дальше нет никакого конкурса. Это в этом смысле не конкурс. Это такое заполнение возможностей путем понижения планки. Но если есть 10 грантов, тогда будут... Тогда сначала для наиболее подходящего руководителя это делается потом для второго. Сейчас, минутку. ПОК, значит, все-таки отбор групп, которые выигрывают гранты, ведется ПОК к руководителям. Или как-то ином. Вот какой критерий здесь? Нет, это так. Значит, по квалификации руководителя, если он соберет группу, удовлетворяющую требования. Да, конечно, да. Значит, есть там набор требований. И дальше, ну, предполагается, что те, кто подают на гранты, они удовлетворяют этим требованиям. Правильно? Ну да, но здесь нет конкурса реального. То есть здесь... Не, ну как, но если несколько групп претендуют на выбор... Они как бы... Они не... Понимаете, этот механизм, он устроен так, что они подают... Они как бы подают последовательные. То есть здесь нет... То раньше, что ли? Не понятно? Да, нет, ну я вижу это так, что сначала подает... Ну, представим себе, что у нас есть самый лучший. Вот он административно хорош, и он может собрать... У него есть на это время, на него упала вероятность, и он собрал эту группу. Все, он получает этот грант. Ну, значит, по качеству руководителя. Да, по качеству руководителя и его способности... Нет, все-таки, и его способности собрать эту группу. У него в окружении есть эти люди или нет? Нет. Ну, минутку. Понятно, да? Ну, почти понятно. То есть на самом деле у нас имеется... Будем предполагать, что те, кто подают на гранты, они удовлетворяют условиям, которые, значит, выдвинуты. Мы можем устроить... И таких людей может быть несколько. Да, значит, мы выбираем так по качеству руководителя. Все. Да, но у нас есть возможность смешать качество руководителя и качество набранной группы тоже, и устроить синтетические показатели. Ну, я понял, да. То, что вы делаете, это пока что по качеству руководителя. Да, но это... Мы просто... Самое простое дело... Опять, на те результаты, которые я покажу, все это не влияет. Значит, это просто иллюстрация того, что есть в коде. Конечно, мы можем... Вот... По руководителю, по качеству набранной группы, совместно, что угодно можно здесь сделать. Можно даже в конце концов конкурс устроить, но тогда... Реально, я имею в виду, но тогда нужна экспертиза, а как ее моделировать, я не представляю себе. Вот. Значит, новые исследователи появляются в результате преподавательской. Есть некоторая вероятность, это параметр задачи, того, что в результате преподавания исследователя в университете каком-нибудь появится новый исследователь. И она зависит от квалификации преподавателя и времени, которое он на это тратит. Теперь уход из науки это функция от доходов и возраста. Значит, есть... И есть несколько... Несколько характерных вероятностей для молодежи. Ну, то есть, есть первая вероятность, точнее, извините, это... Она связана просто с тем, что денег недостаточно. Есть некоторый... И есть некоторый порог, ниже которого человек уходит из науки. Теперь... Порог задан или настраивает? Это настраивается. Ну, то есть, он... Это... Видите как? Вот они настроечные, но мы его как-то... Мне кажется, этот порог не настраивался. Я не знаю, Володя и Катя, если они слышат, может быть, они скажут, как это сейчас. Нет, но это значение просто зафиксировано было изначально на некотором уровне, вот экспертно. И... То есть, в этом смысле это, конечно, настроечный параметр, потому что из данных взять его нельзя, сказать, в какой момент происходит уход. Но это тот параметр, который, ну, не подкручивается, скажем так. Вот его экспертно задали, зафиксировали, и во всех сценариях, даже когда мы настраиваем базовый сценарий, он все равно остается постоянно. Ну, потом есть некоторая вероятность ухода, ну, в таком, в среднем возрасте, скажем, и в старшем возрасте. Ну, и из них формируется, из этих формируется вероятность, ну, по тривиальной формуле, которая в четвертой строчке написана, вот этот самый exit. Теперь тайминг. То есть, как структурно устроены, распределены по времени эти шаги. Скважность весь год, обновляются возраста, появляются новые агенты, обновляются графы связей, расчет результативности научных групп, исследователей, новые гранты. Вот, соответственно, в некоторых группах уходят, скажем, люди, и тогда в них нужно добирать. Обновление квалификаций, значит, ну, и, соответственно, процесс самораспределения грантов, доходы и выбор, наконец, определение. Обновление графа связи происходит только в связи с появлением новых исследований? Да, нет. Обновление графа связи в связи с появлением новых статей и с переформатированием, в общем случае, с появлением новых статей и с переформатированием организаций, потому что в организациях появляются новые люди. Нет, я имею в виду новых исследователей. Да, и новые исследователи, да. Я говорю список, любое, самое простое место, просто любое обновление списка организаций приводит к переформатированию. Обновление списка организаций? У вас не постоянный список организаций? Нет, не организация, а список исследователей в организации. А что значит обновление идет за счет появления новых исследователей и ухода старых? Да, да. А как моделируется уход старых, просто задан опять? А там вот вероятность есть, вот H2. Теперь значит вот тот самый КБПР, комплексный балл публикационной результативности, но это теперь официально утверждено. И он действительно учитывает вот эти коэффициенты, они как-то учитывают качество публикации, но в тех параметрах, современные значения выглядят вот так вот. Это публикации Web of Science, Q1, Q2, Q3, Q4. Но здесь все написано. И это тот показатель, за который это собственно то, что система порождает. Теперь сценарий. Вот базовый сценарий, настроечный, тот самый, о котором шла речь, вот у нас есть 30 параметров, и нам нужен базовый сценарий, от которого мы отталкиваемся. И этот базовый сценарий для нас это вот что. Это стабильно развивающаяся научная область, то есть область, в которой квалификация растет, численность сотрудников примерно постоянно. В нее приходит молодежь, то есть приток молодежи достаточный, чтобы все это обеспечить. И текущее финансирование отражает современное состояние этого финансирования, а именно две трети госзадания и одна треть гранта. Это то, как это сейчас есть. И вот по этому базовому сценарию происходит та самая настройка. После этого этот файл там запирается, и больше мы его не трогаем. Вот эти настроечные параметры, это вот к вопросу, который был, но это такое стандартное место. Потому что единственное, на что агентная модель действительно способна, это описание относительных свойств сценариев, при котором настраивается базовое, а все остальное контролируется понятными какими-то изменениями. Так вот, первый сценарий такой, дополнительный. Переход на стопроцентное грантовое финансирование, которое сопровождается разовым вливанием 50-процентного. Я прошу прощения, а описание текущей ситуации присутствует в модели? Настраивается это так, чтобы… Это настраивается, да, это настраивается так, чтобы начальное состояние – это то, как выглядит физика сейчас. Как выглядит эта область сейчас с точки зрения… Вот это очень важно понимать, все-таки можно сказать, по каким данным идет настройка, то есть что является эмпирическим материалом здесь? Эмпирическим материалом являются два источника. Первый – это ВОСовская база публикационной активности за пять лет, и второе – это отчеты академических институтов в МОН. Нет, я понимаю, но вот сколько параметров и какие являются параметрами подвижающих… Нет, ну там сколько параметров. Параметры – это, соответственно, как вам сказать, граф не характеризуется одним параметром, правда? Это вот есть граф соавторства и граф принадлежности к одной и той же организации. Вот это и есть входная информация. То есть мы знаем ребра, и мы знаем начальную производительность КБПР. Извините, здесь нужно различать параметры, которые первые, которые, так сказать, являются внутренними для модели, и они устанавливаются из каких-то соображений. Дальше параметры, которые мы хотим получить в результате функционирования модели. И настроечные параметры, то есть те, с помощью которых мы получаем то, что мы хотим получить. Вот какие параметры мы хотим здесь получить? А, нет, нет, вообще такого вообще… Я бы сказал, что мы ничего не хотим в этом случае. Вот это я не понимаю. Нет, нет, мы ничего не хотим. Как адекватность модели проверяется? Что значит, что модель адекватна? Ну, мы адекватность… Ну, любая модель, не может быть такого. Любая модель, она содержит вот эти три типа параметра. Да, и самое главное от модели, что требуется, это требуется, чтобы с помощью настроечных параметров мы получили тот результат, который мы наблюдаем в действительности. Нет, такого мы просто… При том, что у нас есть статистика всего за пять лет и больше ничего, у нас просто нет наблюдаемых, которые… У вас есть наблюдение, сколько люди публикуют, да, и нужно подстроить внутренние параметры так, чтобы получить вот именно результаты. То, что вы считаете результатами этой научной деятельности, как иначе? Ну, я так скажу, что в той сокращенной версии, которая была, пяти лет точно недостаточно для этого. Но вот, может быть, еще коллеги прокомментируют. Мне кажется, просто за пять лет калибровать модель вообще нельзя вот таким образом. Почему? Почему? Потому что… Калибровать можно за любое время. Нет, нет, ну, это параметров… Виктор Мирович, ну, здесь же получается, вот то, что вы говорите, это про эконометрику, но про эконометрику… Нет, это не эконометрика. Нет, эконометрика, это настройка. Именно настройка. Это калибровка моделей. Все такого рода модели, они калибруют. Нет, нет, ну, Виктор Мирович, ну, извините меня, во-первых, не все. Ну, какая, ну, никакая макроэкономическая модель так реально не калибруется. Калибруется только начальное условие, потому что, потому что, ну, по крайней мере… Нет, 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 модель проверяется на адекватность. Я вообще не понимаю тогда, о чем идет речь. Модель интересна потому, что она адекватно описывает какую-то реальность. Для того, чтобы проверить модель на адекватность, все модели такого рода проверяются на адекватность. Надо настроить параметры так, чтобы удовлетворить наблюдение. Мы что-то наблюдаем, да, и вот это мы хотим отразить. Но в данном случае я бы пытался там отразить то, что мы считаем результатом этой деятельности. Ну, например, число публикаций, какие-то особенности, может быть, выбора грантов. Ну, и наличие уход сотрудников, например, динамика сотрудников. Не знаю, что. Это зависит от авторов. Но нельзя, модель она существует для того, чтобы отразить какую-то реальность. Я не понимаю. Нет, модель может существовать еще и для того, чтобы сравнить при начальном... В данном случае мы можем это попробовать сделать, но в голову это нам не приходило. Андрей, но все-таки к этому вопросу... Сейчас, извините. Можно я скажу? Мы поняли, что отражение реальности авторизма. Что выглядит совершенно. Сейчас. Слушайте. Тут я много чего могу сказать, ограничусь кратким. Значит, то, что мы могли сделать реально при имеющихся данных, это сказать, какие реальные начальные условия. И после этого запустить модель в разных предположениях о финансировании. Нет, это правильно или неправильно. У нас мы точно то же самое делали, например, с агентной моделью банковской системы. Это другой тип вопроса. Мы знаем, как выглядит начальное состояние. Мы знаем, как привязать к реальному свойству, к начальному состоянию. Извините, все-таки принципиальный вопрос. Смотрите. Я беру абсолютно произвольную модель. Ничего общего не имеющую действительность. Вкладываю туда начальное состояние. И начинаю думать о том, что будет. Но это, что будет, оно никакой ценности не имеет. Потому что модель имеет какую-то прогнозирующую силу только тогда, когда она адекватна. А адекватность проверяется ровно так. Мы что-то настраиваем так, чтобы удовлетворить наблюдение. А вы взяли, если я правильно понимаю, вы берете произвольную модель, настраиваете исходные данные по наблюдениям, а потом пытаетесь что-то прогнозировать. Почему я думаю, почему я должен верить этому прогнозу? Это почему вы должны верить? Может, можно небольшой комментарий? Вот исходные настроечные параметры, они подстраивают так, чтобы базовый сценарий выглядел как некоторый стационар. Вот он демонстрировался, что результативность постоянно, численность постоянно. То есть мы при данных начальных условиях получаем некоторую стационарную картину. Ну, картина соответствующая реальности? Реальности, если считать, что текущее состояние является стационарным, тогда да. То есть мы как бы растягиваем одну точку, которая есть на данный момент, в будущее. Мы настраиваем сценарий, который абсолютно стационарный. А потом воздействуем, только изменяя, скажем, структуру финансирования и сравниваем. Не говорим, что будет, что вот мы прогнозируем такое поведение. Мы сравниваем эти два сценария и говорим, что вот в сценарии с воздействием динамика таким образом отличается от сценария без воздействия. Кроме того, я могу заранее сказать, без упражнений, что поскольку это настроено на среднее за пять лет, от драматических изменений, конечно, эта система дышала. Но не настолько, чтобы прямо вот говорить, что была какая-то существенная динамика. И в этом смысле… Тихонечку, сейчас я чего-то начинаю понимать. Значит, короче говоря, вы, так сказать, настраиваете параметры модели таким образом, чтобы все-таки на выходе была наблюдаемая динамика. Правильно? Да? Динамика там нет, это средняя. Динамики нет. Нет, это не важно. Наблюдаемая, в том смысле, что она стационарная. Вот вы считаете, что вот есть набор параметров, которые надо моделировать. И вы настраиваете параметры модели так, чтобы на выходе были ровно эти параметры. Да. Вот это… Так вот, сколько калибровочных параметров? Вот, следующий вопрос, естественно. Сколько у вас параметров, по которым вы оцениваете качество модели, и сколько у вас параметров, с помощью которых вы производите эту настройку? Вот это, на самом деле, для калибровки, это есть принципиальнейший вопрос. Итак, сколько калибровочных параметров среди всех параметров, которые есть в модели? Ну, нет, среди относительно параметров, сколько калибровочных параметров, то есть настраиваемых, относительно параметров, на которые вы настраиваете модель, то есть, которые вы считаете выходом модели. Ну, скажем так, параметров, которым модель чувствительна порядка десяти, я сейчас точно не скажу. Нет, не чувствительна, вот которые вы дергаете, да, то есть, которые вы настраиваете. Порядка десяти параметров. Так, а выходных параметров сколько? А в выходных, ну смотря что считать выходными параметрами. То есть, если перевести на слайд со сценарием А базовым, то по большому счету мы настраиваем модель так, чтобы численность в течение 10 лет в каждый столбик был на уровне, соответственно, таком же, как был в первый год. То же самое мы смотрим на результативность. Два параметра для вас важны в динамике. Это не два параметра. Каждый год это отдельный, можно сказать, что значение каждого года это отдельный параметр. Вообще, мне кажется, что так просто не скажешь. Потому что... Нет, Виктор Меевич, так, что граф, это сколько параметров? Это от вас зависит. Нет, подождите. Это от вас зависит. Если вы фиксировали какие-то там значения или какие-то связи... Виктор Меевич, там на граф фиксируется по одному ребру какой-нибудь параметр один, а информация в этом графе из реальности, а наличие самих ребер, это, ну, сами представляете, очень много. Ну, как вы параметры посчитаете? Вот я... Я не очень понимаю. Параметры я считаю так. Вот я для того, чтобы обеспечить адекватность модели, то есть для того, чтобы она воспроизводила какие-то реальные данные, я должен реально менять, просто нажимать на соответствующие кнопки и подбирать соответствующие кнопки. Все модели так устроены. Если у вас там есть какой-то внутренний механизм, это не считается. Вот вы этот механизм запускаете с помощью какого-то каких-то параметров, которые вы вводите. Это надо считать. Суммарно мы смотрим на динамику где-то 30 показателей. К этим показателям относятся средняя научная квалификация, средняя преподавательская квалификация, средняя административная квалификация, распределение возрастное, распределение результативности по возрастам, но формальных критериев, ну и так далее. То есть таких есть... Относительно каждого вот этого показателя есть распределение возрастное и есть среднее значение. Есть среднее значение по возрастным группам, по молодежи, по среднему возрасту и по взрослому. Но у нас нет каких-то формальных критериев того, как правильно, потому что, в принципе, определить это нельзя. Но в базовом сценарии мы хотим, чтобы не наблюдалось существенных структурных изменений в динамике этих переменных. Я очень понимаю, что значит нельзя определить, как правильно. Правильно это так, как есть на самом деле. Да нет, Дмитрий Милович, ну как бы про распределение, про распределение очень трудно сказать что-нибудь такое. У нас структура все-таки не может совсем не меняться. Распределение может сказать среднее, а так иностранное. Это параметры распределения, которые вы берете из реальной жизни. Нет, но здесь среднее выдержано. Ну понятно, да, что в этом... Вот, но об этом идет речь. Может быть, о среднем, может быть, о дисперсиях, я не знаю как. А, нет, Дмитрий Милович, извините, я, наверное, не понял у вас вопрос. Вот этот сценарий означает, что он в точности эквивалентен среднему сценарию с учетом того, что мы знаем за последние пять лет до этого. Вмечательно. Вот это вы добиваетесь. С помощью скольких настроечных параметров вы это добиваетесь? Примерно 10, так сказать. То есть вы с помощью 10 параметров, вы на самом деле добиваетесь совпадения по 30 внешним параметрам. Нет, но это про внешние мы... Нет, они не совсем... У нас есть настройки параметра. Сколько параметров на выходе вы измеряете? Которые вы хотите имитировать. Вы же имитируете реальность. Ну да, но... Сколько параметров на выходе у вас? Ну да. Сколько параметров на выходе у вас? Чего-чего, не понял. Мне кажется, динамику средней квалификации неправильно называть внешним параметром. Почему? Почему? Это внешнее явление. Так и устроены все модели, да. Вы хотите настроить там, так сказать, некоторую... Да, это нормально. Виктор Мирович, Сергей Яковлевич, есть вот один ключевой. Почему вот тут про агентную модель, не про эконометрику? Вот есть простой пример, то, что вот Андрей Владимирович на следующем слайде показывал. Если у вас в истории не было прироста бюджета на 50% и полного перехода на грантовое финансирование, ваша модель никогда не отреагирует на это изменение. Вот это принципиальное отличие, что агентная модель позволяет увидеть за счет настройки стилизованных фактов, а эконометрическая, вот то, что вы говорите... Мы про эконометрику не говорим. Нет, нет, мы абсолютно... Генрих, мы про эконометрику ни слова не скажем. Совершенно не говорим мы про эконометрику, абсолютно. Это настройка модели, это принципиально другой подход. Но, тем не менее, он имеет свои критерии. Значит, есть параметры, которыми мы добиваемся совпадения с какой-то реальностью. И очень важно, чтобы смотреть, во-первых, насколько хорошо мы добиваемся, и, во-вторых, за счет какого количества. Грубо говоря, если я буду добиваться совпадения по одному параметру с помощью 10 настроечных, в этом ценности никакой нет. Потому что это всегда можно сделать более-менее. В любой достаточно такой развитой модели это всегда можно сделать. С помощью 10 параметров настроить один. Ну, а вот траектории с 10 точек, допустим, средней квалификации, следует здесь считать одним или 10 параметрами? Нет, нет, ну, это траектории. Да, это понятно, да, что траектории. Дальше возникает вопрос, насколько, все-таки, с помощью какого числа параметров вы это выбиваетесь, насколько точно вы это делаете. Вопрос в точности тоже. Обычно указывают, да. Господа, господа, давайте сдвинемся. Давайте вперед. Это как бы принципиальный подход ко всем моделям, подлежащим калибровке. Можно отложить это до обсуждения. Это действительно, ну, я бы сказал, что как-то... Да, Владимир Владимирович, давайте действительно продолжим. При чистовом оформлении это может... Давайте вперед. Нет, но это принципиальное на самом деле. Ну, вот, значит, еще раз, то, что наблюдалось, значит, эта модель, вот этот сценарий соответствует среднему сценарию по очень многим показателям, а именно, какие есть, какое ГЗ, какое госзадание, какие институты, сколько в этих институтах людей, значит, как эти люди работают, это все учтено. Вот эти все факты. Нет, госзадание – это условия. Еще раз, Андрей, еще раз сказать, что значит учтено? Вы просто вставили именно эти показатели в модель, либо у вас были настроечные параметры, с помощью которых вы получали эти параметры как результат. Вот же в чем дело. Вставлять в модель я могу все, что угодно. Нет, конечно. С помощью порядка 10 настроечных параметров мы получили порядка 30 траекторий, которые нам показались. Не траекторий, а сколько выходных параметров. Траектории, траектории изменения. Это все понятно. Теперь вопрос, с какой точностью вы это получили. Ой. Ну а чего? Причем ой? Ну это любая модель так, но ой и ой. Нет, это правда. Это значит, ну вы увидите, зачем мы это делаем, видно из того, что вот еще раз, мы что хотим? Мы хотим понять, как глобально система, и на самом деле агентные модели большего не позволяют, да и никакие не позволяют. Вот если вы существенно измените структуру, в данном случае от структуры финансирования, что будет с моделью? И вот на это мы смотрим. И мы получаем интерпретируемые результаты. Давайте я все-таки о них расскажу. Давай, давай, сдвинемся. Давайте вперед, да. Итак, что такое переход на грантовое финансирование? Грантовое финансирование – это реально ужесточение требований. В грантах, значит, для того, чтобы выполнить результат гранта, нужно потратить на него больше времени. Ну или там иметь большую квалификацию. Вот этим они отличаются от заданий. Причем эти вот сравнения параметров, эти соответствующие параметры, оно настолько реалистично, насколько это можно было сделать. Ну и вы видите, что происходит за 10 лет. Значит, за 10 лет по сравнению с базовым сценарием численно научных сотрудников падает почти в 5 раз, суммарная результативность тоже падает, и средняя квалификация тоже падает. Вот результат перехода на чисто грантовое финансирование. Суммарная результативность – это что такое? Это количество, значит, это КБПР суммарно. А можно механизм того, что происходит? Да, сейчас, да. Вот прямо механизмы есть. Это же зависит, видимо, зависит от того, насколько что-то собой представляют гранты. Да если гранты будут очень большого финансирования, то, наверное, это не произойдет. Нет, ну как, у нас есть то, что есть. А именно, значит, теперь, почему так происходит? Значит, почему падает качество? Качество падает, потому что для выполнения грантов на высококвалифицированных сотрудников гораздо большая нагрузка, и они не могут саморазвиваться. Вот это вот базовый механизм по высококвалифицированным. А менее квалифицированные уходят потому, что они никуда не попадают. То есть нет, в отсутствии госзадания, нет механизма, который удерживает молодежь в науке до следующего возможного гранта. Поскольку этот механизм вообще отсутствует, как только сотрудники с не очень большой квалификацией не имеют гранта, куда они могут попасть, они уходят. То есть вот это результат стопроцентного грантового финансирования. Теперь проверяли такую, ну вот опять, для чего нужны агентные модели, в том, как мы это понимаем, это отклик на какие-то яркие вещи. Например, на второй год мы увеличили финансирование на 50%, и в тот момент, когда увеличили, мы увеличили и требования, а финансирование сохранилось. Но вы видите, что на самом деле единственный эффект это краткосрочное повышение результативности на следующий год, и больше ничего. То есть вот разовые вливания в этом смысле обеспечивают только красочный эффект. То же самое можно сделать, если... Ну да, это тоже, собственно, то же самое, это то, что я сказал. Значит, а именно, здесь увеличили краткосрочно, на втором году увеличили финансирование, значит, а здесь скачок результативности. Больше ничего. Теперь наоборот, сокращение. То есть на второй год сократили, что будет? Опять эффект краткосрочный. Вот он, видите? А, извините, это А4, сохранение финансирования и разовое сокращение. Здесь немножко перепутаны они. Вот то, что было краткосрочным увеличением, стало краткосрочным сокращением. Теперь есть пятый, значит, это переход к финансированию по схеме 1 третьего задания и 2 третьего гранта. И здесь видно, что с численностью все... Ой, извините, с численностью все в порядке. Вот суммарная результативность... Здесь она примерно та же. Вот видно только, что... То есть этот сценарий, в принципе, хорош, за исключением того, что средняя квалификация все-таки по... Ее прирост меньше, видите, да? Ее прирост меньше, чем при базовом сценарии. Но здесь такой, может быть, комментарий. Конечно, вот это вот разделение 1 треть, 2 трети и 1 треть, его... То есть можно думать, что оно неоптимально. И можно добиться увеличения результативности путем некоторого увеличения грантовой компоненты. Но какого именно, мы не знаем. На этом уровне сказать это трудно, но это возможно. Точное число вряд ли можно сказать. Но, в принципе, увеличение конкуренции, да, возможно. Но конкурентность всегда связана вот с этим вот, как мне кажется, важным явлением, а именно падением квалификации. То есть вот этот вот недостаток, любой конкурентный механизм, его усиление означает, что исчезает соответствующее время для самообразования, для совершенствования. И это отражается в квалификации. На самом деле, мне кажется, что я этот эффект наблюдаю, в том числе по некоторым западным коллегам, которых я знаю много лет. Нет, но вот современные... Я просто видел людей, которые 20 лет назад выглядели как нормальные ученые совершенно и ни о чем кроме науки не думали, а сейчас больше всего похоже на фигурантов в фильме «Загнанных лошадей пристрелить». Был такой фильм замечательный из Джоэйн Фонда. Поскольку они ничего, кроме слова «грант» произнести уже не могут. Для их других слов. Так что теперь, вот есть еще интересная вещь, это сценарий, сценарий «Б», это базовый сценарий «Б», это вот что такое. Первый сценарий был такой, он относится к области, которая хорошо развивается. А есть области традиционные, и в этих областях молодежь более склонна к уходу, чем старшее поколение. Просто молодежь не видит перспектив в такой области. И тогда, базовый сценарий такой, что средняя квалификация растет, численность падает, поскольку не удается удержать молодежь. Суммарная результативность остается примерно той же. Это для вот сценария, вот такой традиционный, это для традиционной науки, такой базовый сценарий. Для него, и для него переход к финансированию одна треть госзадания плюс две трети гранта. Ну, вы видите, вот сами эти картинки, примерно все то же самое. То есть это можно сделать. Грантами не удается удержать молодежь, ну, по крайней мере, при тех вот, при тех параметрах, которые сейчас есть, вы видите, что что касается численности, все остается, все остается тем же самым, с квалификацией несколько более драматичная история. Вот. Ну, и суммарная результативность, что да, она в результате на десятый год. Она еще как-то растет, здесь есть механизмы, просто они вот пришли, поработали эти молодые, то есть какое-то промежуточное усиление возможно, но в конце концов... В конце концов... Вот такой вопрос, вот когда вы говорите одна треть госзадания и две трети гранта, зарплаты по госзаданию, то есть они как-то меняются при этом или нет? То есть... Нет, это просто... Нет, зарплата не меняется, это просто означает, что финансирование, это просто доля финансирования, а в рамках этого финансирования, значит, ну, госзадание для нас, на самом деле, такое же, ну, в технических терминах... Это просто количество денег, которые... Да, 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 но вообще госзадание... Я не хотел этого говорить, чтобы просто, ну, как-то публику не... Не эпатировать. Нет, но просто госзадание для нас такой же грант, Я понял, да. Это количество денег. Таким образом, когда вы говорите о переходе, вот эти деньги, которые сэкономлены на госзадании, вы переводите в гранты. Да, мы переводим их в гранты. Сохраняя общую сумму. Да, сохраняя общую сумму. И тем самым мы просто… Ну вот есть такой кооперативный механизм госзадания, это такой мягкий механизм, когда такой устойчивый, а это конкурентный. Да, да, понятно. Макроэкономики, которые ФЦБ это делают, эти истории бесконечны, совершенно. Вот эти истории с посадкой на данные в макроэкономике, в частности, они выглядят как безнадежные, потому что ситуация с ними не улучшается, я так сказал. Методы совершенствуются, а ученые по-прежнему спорят о том, как это делать. И этот спор каждый год возобновляется. Но в этом случае там хоть есть иногда данные за десятки лет, а здесь у нас… То есть мы, да, мы, значит, какой-то, я думаю, достаточную степень разумности посадкой на среднее обеспечили. Мы можем… Виктор Ильич, я не говорю, что мы обязательно это посмотрим. Вот услышав от вас о том, что это важно, мы обязательно попробуем посмотреть внутрь и попробуем калибровать эти параметры так, чтобы может быть, скажем, кроме среднего, еще какую-нибудь дисперсию… Ну, в общем, уловить еще какие-то свойства наблюдаемых распределений. Это мы попробуем сделать. Но есть и другие вещи, которые нам нужно сейчас делать. Как я говорил, запустить эту модель с реальным числом исследователей и посмотреть на… Ну, ответить на вопросы типа, вот если мы добавим грант, скажем, специальный грант, который относится к молодежи, сколько нужно добавить? То есть, какова пропорция этих денег, молодежного гранта какого-нибудь для того, чтобы удержать эту молодежь. Ну, и так далее. Вот. Значит, это то место, где мы сейчас находимся. Ну, вот то, что, как мне кажется, удалось понять разумительно, это то, что мы буквально видим механизмы. Ну, вот с точки зрения такого рода модели, которые, значит, обеспечивают эту якорную роль госзадания как ключевого фактора устойчивого развития. Вот. Менее ясно с грантами. То есть, понятно, что, наверное, они нужны. Вот. Но сколько именно их нужно? Ну, значит, тут, ну, это вопрос, который требует дополнительного, как кажется, более внимательного анализа. Ну, вот. Вот. Это то место, где мы сейчас находимся. И, конечно, эта работа далека от завершения. Но, тем не менее, вы, наверное, видите, что проделана довольно большая работа. И модель самообъемная. Это очень большой код и сложный. Вот. И у нас, вот, поэтому я как-то, я попросил Виктора Меоргиевича выслушать нас с тем, чтобы, с тем, чтобы выслушать замечания по тому, что, что видно. Спасибо большое. Спасибо докладчику. А у меня сразу, чтобы не перебили вопрос к тебе. Вот. Ну, по тем сценариям, которые ты рассматривал, значит, увеличение, как бы, грантов, оно не очень хорошо сказывается на ситуации. А не рассматривал ты, когда грантов вообще ноль? Одно госзадание. Что произойдет? Нет. Не рассматривал. Ну, мне кажется, ответ довольно очевиден. Молодежь будет уходить. Поскольку, поскольку госзадания недостаточно в современном мире, чтобы удержать молодежь. Для этого... Ты же сказал, что общая сумма финансирования, она остается тоже... А, нет. Ну, в этом смысле, если все, да, если все эти деньги вложить в госзадания, нет, не смотрели. Кстати, спасибо. Это отличный вопрос, да. Да, это почему-то у нас не было. Вот видите, что такое окружающая среда? Даже в голову не пришло. Ну, да, это общее влияние. Так, Виктор хотел задать вопрос, нет? Да, у меня просто естественный вопрос. У вас нет ссылок на литературу? Что можно сказать о предшественниках? А ее нет. Да. Правильно. Нет вообще, никто вообще этим никогда не занимался. Никогда, никто никогда этим не занимался. Но мы не знаем, да. Так и надо отвечать на любимые вопросы. Это, на самом деле, очень странно. Никто не пытался моделировать, так сказать, вот... Ну, они... Нет, ну, в таком... Вот прям в такой... Нет, ну, прямо нет. Ну, какие-то обычно, какие-то все-таки... Ну, ничего... Виктор Милеевич, ничего близкого... Когда мы это начинали, мы посмотрели... Значит, есть один обзор 2006 года, с которым нет вообще никаких пересечений. Ну, дело в том, что... Дело в том, что вот для этой модели все-таки, значит, ключевое обстоятельство – то, как оно сделано. Вот с этим распределением времени и с этим совсем... С этим ничего нет. А, значит, там есть какие-то, но они давние и мало относятся к... Ну, трудно связи установить. То есть, когда мы будем... Когда мы будем текст писать, разумеется, все эти ссылки появятся. Ну, там каких-то десяток ссылок каких-то наберется, но они очень отдаленно имеют отношение к тому, что мы делали. В общем, в этой ситуации мы, посмотрев на имеющуюся литературу, не нашли в ней ничего, что помогает нам эту модель делать. Вот такова реальность. Единственное, что нам помогло делать, это вот... Ну, вы знаете, что в том, что мы с Катей делали, в частности, вот мы соприкасались с такого рода задачами с распределением времени. В частности, вот и Лукаса Молла изучали с вашей подачи. В общем, вот так. Мы ее делали совершенно сами, поскольку не нашли в источниках ничего, что нам помогает. Вообще ничего. Пятки случаи, да. Ну, Виктор Миш, как всегда, вы наверняка будете правы. Я вот скажу, что тема была моделирована кадрового обеспечения проектной организации. Там вот как раз вся цепочка НИОКР, не только НИР, допустим, или отдельный НИОКР, а НИОКР. Поскольку процесс НИОКР, он, по сути дела, сложный, он итерационный. Идет, допустим, какое-то изделие на разработку на НИР-САДЕ, уходит на ОКР, потом находятся недочеты, чисто в теоретической или какой-то еще там расчет. Они дорабатываются, опять возвращаются, по-новому прокатываются, вот эта итерация долго идет. Потом уже идут на стендовые испытания, уже на испытания там в открытом поле, грубо говоря. То есть процесс очень сложный на самом деле. По кадрам. Дело в том, что правильно вы отметили, что вот здесь, скажем, уход молодых и есть уход по возрасту, уже пожилой, пенсионной. Мои расчеты были связаны больше с советским периодом времени статистически. Там четко проследил бинарное распределение по возрасту, вот этой вот мобильности кадров, крупной организации проектной. Получилось вот до 2 пика. 2 пика. Это молодые специалисты, проработав 3 года тогда в советское время, они начинали уходить с проектной организацией. Там начиналось уже ближе к конверсии, к перестройке. Они уходили в бизнес. В том числе и иностранные компании, типа Боинга, которые немножко уже начинали на наших территориях какие-то свои конторы открывать. У меня вопрос такого плана. А вы рассматривали, поскольку любая научная организация, она все-таки какой-то социум, и внутри коллектива существуют еще какие-то отношения, связанные с симуляцией труда, связанные с откровенно каким-то даже элементами плагиата такого у соседа. Там он взял часть работы у себя и закрыл месячное задание. И два закона, которые я сейчас рассматривал, я называю закон Паре-Паре. Первый закон Паретта и второй закон Паркинсона. Паретта говорит, что 20% персонала на 80% определяют успешность организации при качестве выпускаемых изделий. Паретта ничего подобного не говорил. Есть закон такой вот. Закон есть, но он этого не говорил. Есть такая, нет, это есть, оно и было всегда, что 20% персонала на 80% определяют успешность организации. Он был и будет действовать не только чисто в математике, но и в социальной сфере. И второй закон, закон Паркинсона, что работа занимает время, отпущенное на нее. Вот такое, так, по-моему, звучит. Имеется в виду, что если вам дали месяц на какой-то объем работы, работник потратит этот месяц добросовестно. Может, он сделает работу за три дня, может, за семь дней. Иногда я это делал у себя на работе за последние семь дней. Остальное время не только самообразование, вы говорите, занимается. Это мотивирует, но люди занимаются самообразованием. А некоторые занимаются, когда сидят, играют там. Сегодня, может, это соцсети. Раньше был Тетрис, допустим, когда появлялись персональные компьютеры. Вот эти вот законы как-то, Костин, можно учесть математически? Можно. Значит, ну, с самого начала я сказал, что такого рода вещи находятся вне этой модели. Дело в том, что каждое такое явление добавляется только если есть понимание того, где оно ярко скажется. То есть, с каждым таким явлением поведенческим должен быть связан безусловный яркий эффект. А в этой модели она и так сложна. И мы еще не доразобрали. Но она искусственно сложна. А здесь можно много упростить, по-моему. Нет, много нет. Нет, нет, я тут должен поддержать его. Вот эта административная деятельность надо вообще было выбросить из модели. Это как? Ну как, без административной деятельности. Почему? Делание и научная работа. А почему? Почему без административной? Это непонятно. Володь, а можно я вот возражу? Ну, давай, конечно. Ну, я не знаю. Но вот я руковожу некоторым коллегам, проводил в последнее время некоторым количеством грантов. Я понимаю, что тебе хотелось отразить собственную деятельность. Да нет же, не хотелось. Да нет, да нет, ничего подобного. Мы разговаривали с десятками людей в процессе. В этом гранте участвовало там много институтов из разных областей. И мы разговаривали с этими людьми и рассказывали им об этой модели. И, собственно, эта модель, и про нее было сказано. Да, это вот плюс-минус похоже. Можно так делать. Нет, конечно, руководство грантами – это работа. Ну, это точно работа. Это затраты времени. Как это? Нет, это не просто затраты времени. Это еще и умение, квалификация. Да. И абсолютно верно, что это отражено в модели. Здесь нет сомнений. Потому что, на самом деле, администрирование любого такого, так сказать, проекта – это очень важный момент. И без него проекта не может быть. Единственное, что я бы добавил в свете того, что Виктор Миревич говорил, есть еще закон Арнольда, состоящий в том, что никакой результат не принадлежит к тому, кто считается его автором. И возможно изучение литературы. Понятно, да. А у меня такой вопрос. Извините. Вот если рассматривать инструмент не как самоцель, то есть модель не как самоцель, а как инструмент для решения какой-то задачи, то все-таки какую задачу вы здесь, для решения какой задачи этот инструмент предназначен? Можете четко сказать? Да, если у вас есть представление о желательной конфигурации кадров в науке, о желательном отклике в смысле качества, то вы должны обеспечить механизмы сопровождения. Институциональные. Самым простым является структура финансирования, но есть и другие. Скажем, что-то можно сказать о научных учреждениях более детально, об имеющихся, насколько эта конфигурация выглядит хорошо с точки зрения целей. И вот, как я уже говорил, одно из мест, которые являются очевидной проблемой, являются междисциплинарные исследования, которые сейчас реально организуются каким-то совершенно случайным образом. Может быть, так и надо, конечно. Я немножко не понял. Все-таки у вас есть финансирующие органы. Я ответил. Это не финансирующие органы. Нет, нет. У вас есть финансирующие органы, которые выделяют деньги. Это задача выделения денег и распределения. Нет, а есть задача распределения, построения коллектива внутри коллектива. Я прошу прощения, можно я отвечу на вопрос? Потому что почему-то докладчик немножко отвечает на него сложнее, чем мне кажется. Значит, центральный результат работы состоит в следующем. У нас есть... Это не результат, а задача, которая решается. Вот и задача, да. Задача ставится... Вот я бы поставил задачу так вот. На том уровне, на котором сейчас вот это рассказано. Задача стоит в следующем. У нас есть два основных механизма организации научной деятельности. Это госзадание, которое можно считать кооперативным в некотором смысле механизмом. То есть, когда люди, так сказать, кооперируются все вместе, и, значит, это один способ выполнения задачи. И другой конкурентный механизм. Да, это гранты. Вот вопрос о сочетании этих двух механизмов при тех или иных условиях. Я немножко, чуть-чуть, так сказать, раз уж я начал говорить, я хотел это в конце говорить. Мне кажется, что это совершенно потрясающая постановка, очень важная. Да, и в действительности я бы сказал так, что, ну вот, хотелось бы видеть, и это, я уверен, возможно, теоретическую модель, в которой все на свете, так сказать, упрощено. А и сведено вот только к рассмотрению вот этих двух вещей. Вот есть один механизм, который мы называем госзаданием условно, и есть механизм конкурентный. И вопрос о том, как они должны сочетаться. Я уверен, что можно именно теоретическую модель построить такого рода, и ее изучить, она как бы, ну, как бы, так сказать, будет очень, мне кажется, ну, актуальной в каком-то смысле. И вопрос там потрясающе интересный. Да. Да. Вот такое пожелание. Кое здесь это сделано на таком интуитивном, таком, я бы сказал, уровне, неком, таком, грубом, грубом, но очень важная задача, на самом деле. Виктор Ильич, можно я скажу? Во-первых, мы каждый день об этом думаем. То есть вообще... Ну вот вы почему-то, когда вы говорите... Ну, это для нас... А в общих целях вы как-то расскажете информацию? Нет, ну, научная цель в этом состоит. Теперь я хочу сказать то, что я буду рассказывать в апреле. Значит, то, что известно на эту тему, я расскажу, потому что, ну, этот рассказ, он об этом. Известно, к сожалению, очень мало. Ну, вот в рамках рассказа о том, что известно по мультиагентным системам, там ровно такая задача решается, прям реально, вот сочетание конкурентных стимулов и центрального планировщика. Но содержательного объединения, такого, чтобы можно было планочку перевести, вот эту вот, от конкурентного механизма до кооперативного, этого нет. Мы об этом думаем все время. Это не так просто, но я тоже уверен, что это возможно, и даже надеюсь на то, что мы в нашей лаборатории, в конце концов, это и сделаем. Говорите, что нет литературы на эту тему? Нет, на эту, конечно, есть. Так это же есть главная тема вашего доклада. Виктор Мельч, про научные, нет, агентные модели научного. Нет, ну, какое это имеет значение? Главные темы. Ну, хорошо, да. Да, все, с этой точки зрения, конечно. Виктор Мельч, но конкурентный механизм, это, прежде всего, рассматривается механизм конкуренции между различными организациями, которые готовы взяться за выполнение этого гранта. А кооперативный механизм, у которого в госзадании, это совсем другая работа. Там нет конкуренции между коллективами, там есть организация, довольно жесткая, может быть, внутри, и кооперация внутри этого коллектива. Правильно, да, правильно. И мы сочетаем одно с другим и спрашиваем. Какая задача решается-то? Выбор, на какую часть потратить данные конкуренции, а какую часть на кооперативную? Да, да, совершенно верно. Тогда у меня второй вопрос. Сейчас, извините, и не только это, не просто какую часть, а эта модель позволяет отклик на структуру. Например, как повозрастает гранты, должны выиграть. Это дальше уже. Это уже некоторые задачи. Основная задача – сочетание, так условно говоря, кооперативного механизма с конкурентным. Да, это правда. Какое сочетание с максимальным при разных условиях. Да, 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 правильно, абсолютно правильно. Второй мой вопрос вот такой. Вы выполняли грант по этому конкретному проекту, созданию этого инструмента. Вы все про себя знаете. У вас есть модель, которая связывает ваш коллектив с результатами. А вы не пробовали показать, как эта ваша модель работает при выполнении вашего гранта в данном конкретном случае, где вам практически все известно? Нет, модель рассчитана на отписание массы, а не конкретную массу. Нет, Виктор Викторович, у нас… Что еще макро? Это вы выполняете гранта? Давайте я так скажу. У нас на эту тему идет содержательный разговор с дирекцией. Нет, а вы не пробовали… А вы не пробовали… В чем дирекция? Вы не пробовали вашу модель применить для вашего коллектива, который вам известен? Я вам отвечаю. Значит, это применение является результатом обсуждения… Это то есть не результатом, это прямо сейчас обсуждается с дирекцией, и какие-то предварительные мысли по этому поводу есть. Значит, мы отрабатываем в рамках этого обсуждения, мы отрабатываем вопросы, которые стоит задавать относительно ФИАНа. Значит, но это внутренний… Это сейчас, это внутренний разговор. Значит, первое, второе. Но это… Но я ничего про… Кроме того, что такое обсуждение внутри ФИАНа идет, ничего больше сказать вам не могу. Вот. Значит, конечно, да. Поскольку сейчас есть вот эта версия, которая написана уже… Вот совсем недавно она была завершена. Это версия на С++, которая позволяет такого суперагрегированного уровня спуститься на уровень реального института. Да. Такое обсуждение идет, но комментариев по этому поводу я давать никаких не могу. Ну, понятно. Да, ну, хорошо. Понятно. Еще какие вопросы? Можно вопрос, да? Да. Вот когда делят как раз госзадание, госзаказ, допустим, и гранты, вот вам не напоминает система разной формы оплаты, скажем, оклад и премиальная составляющая, причем премии может быть разные, там, по результатам, там, аккордная система и прочее, прочее. Вот гранты, они как раз вот эта варитивная часть, которая четко зависит от конечных результатов, а не потраченного времени. Ну, премия, премия, как правило, привязана к организации, а грант – это гораздо более гибкая форма, и типичным для грантов является участие научных работников из разных организаций. Это как кооперация организации может быть тоже? Нет, это не кооперация организации. Нет, главное, конкурентный механизм включается, премия не имеет отношения. Имеют. Ну, в советское время еще называлось, может, социалистическое соревнование, я не знаю, как там. Но они премии превышали иногда, оклады, даже квартальные оклады превышали. Если действительно там прорыв в гул какой-то, но очень технический. Знаете, я боюсь, что если вы посмотрите на список соавторов, то количество соавторов, которые вообще знают, что такое социалистическое соревнование, будет исчезающее мало. И слава богу. Ну, я не знаю, я думаю, здесь какой-то задел, который был в советской науке, даже в отраслевой, он может быть очень полезен. Да, это несомненно. Это несомненно правильно. Юрий Кабанов хочет задать вопрос. Я хочу несколько таких эпатажных фраз. Помните, Владимир Ильич когда-то говорил, что Бухарин, в общем-то, не очень понимал диалектику. Значит, мне вспомнилась такая вещь, что исследователи изучали мир, а дело в том, чтобы его изменить. Вот с этой фразой я хотел свое выступление начать. На самом деле, вот эта грантовая система, которая у нас внедрена, она далеко не во всех странах имеет место быть. Вот я в общей сложности проработал за границей порядка 25 лет, 22 года во Франции. Во Франции гранты есть, но это гранты не то, чтобы получать деньги. Это гранты на поездки на конференцию, на приглашения, на постдоки, на стипендии для этих самых PhD студентов. То есть, на самом-то деле, принцип такой, который… Ну, я был хороший студент и изучал политэкономию капитализма, ну и социализма, наверное. Она ее и сейчас, кстати, изучает. Так вот, там было такое объяснение, которое меня сильно потрясло. Что зарплата, вот когда организация платит зарплату, то это покупается не работа, а покупается рабочая сила. То есть, на самом деле, вот когда вам платят зарплату, то вам оплачивается и ваше свободное время для восстановления этой рабочей силы, там, похода в театр, занятия спортом и так далее. Значит, почему-то в современной России полностью изменилась вот эта концепция, которая была, как говорится, обсуждалась, я не знаю, наверное, со времен Адама Смита. И в результате получается очень много перекосов, что изначально те, кто продвигал эту систему грантов, они думали, что вот народ, что это будет действительно конкуренция такая. Но это привело к тому, что фактически заработная оплата стала ниже, существо ниже, и оплачивается только часть рабочего времени, а отнюдь не рабочая сила. Поэтому люди работают во многих местах. Я не удивлюсь, что, Андрей, что ты работаешь еще где-то, потому что иначе на ту зарплату, которую тебе платят фиане, ты просто не мог бы содержать семью, если она есть. Это вот, как говорится, некий комментарий по поводу того, что в разных странах грантовая система, она разная. И, в общем-то, желательно было при любом анализе, при агентной модели, не агентной, посмотреть на то, как устроены грантовые системы в других странах. Вот меня, Юр, спасибо. Сейчас я расскажу, потому что вообще, в принципе, конечно, такая сложная модель. Агентные модели, кстати, сказать, довольно популярны сейчас стали. И у многих к ним очень критическое отношение, потому что сложная структура, сложная, с данными очень сложная проблема, потому что данные – это сложные. Например, вот тут было упомянуто, что отчетность по госзаданию сейчас идет по степеням основания не первых логарифмов по числу Е. А два года назад это отшло по степеням тройки. И это вообще было потрясающе. Значит, публикация в журнале «Ку-4» из нижнего квартиля стоила почти что ничего по сравнению с публикацией в «Ку-1». Там было 27. Ну, сейчас 19,7. Но есть нюансы. Оказывается, при госзадании, если у вас два соавтора, то эти баллы делятся пополам. И вот мне известен огромный институт. Во всем институте только два, есть две работы, полностью чисто сделанные по «Ку-1» без соавторов. Потому что делятся на количество соавторов. И это, конечно, сильно меняет дело. Если у вас там в статье 10 соавторов, то на самом деле даже публикация в «Ку-1», а вот попробуйте, опубликуйте вот этот результат, который вы сейчас рассказывали, попробуйте в «Ку-1» опубликуйте. Там у вас сколько народу? 8 человек. 8 человек. Да. Попробуйте опубликовать в «Ку-1». А зачем? В деле очень трудно. А в «Ку-4» это будет что-то близкое к нулю. С другой стороны, по грантам, там другая система оценки. Там в очень многих грантах не сказано, что это «Ку-1». И поэтому на самом деле народ, который работает в институте, он по «Ку-1» отчитывается хорошими статьями, а по грантам отчитываются жанковые журналы. То есть тут на самом деле есть масса нюансов в этих моделях. Ну, Андрей, это все никак не к нам. Как не к нам? Ну так, это вообще не к нам. Грант ваш, он был настроен на то, что дать рекомендацию органам соответствующим, как вообще управлять. Или нет, или просто чисто... Ну, давайте, нет, это, конечно, не чисто. Извините, можно я чуть-чуть прокомментирую? На самом деле, отчасти, может быть, действительно и к вам. Но вот смотрите, в разных институтах алгоритм назначения зарплат, он разный. Вот, скажем, в ЦИМИ, да, значит, ну там после некоторого сражения остановились на таком варианте, что вот эта, так сказать, основная надбавка там, которая идет там за все на все, да, вот. Она как бы назначается так, заведующая лаборатория ставит основные баллы, а за публикации там Q1, Q4 и так далее идет небольшая надбавка, вот, которая, так сказать, формальным образом определяется. То есть, на самом деле, публикации в Q1 не являются решающими для зарплаты. Да, это один возможный вариант. Там где-то в других местах, там наоборот, так сказать, да, все-все базируется на этих, на Q1, Q2, что, мне кажется, вообще говоря, на самом деле неэффективным абсолютно. Ну, не будем об этом углубляться, так сказать, в это. На самом деле, ориентация вообще на публикации в западных журналах, особенно, когда речь идет, например, о гуманитарных областях, она ужасно вредит развитию, да, потому что, что означает, что все стремятся на Западе опубликоваться, а это означает, что российские журналы вообще не будут развиваться никак. Конечно, это вредно. Вот, поэтому, может быть, действительно, то, о чем Юрий Михайлович сказал, значит, может быть, вот это сочетание, о котором вы говорите, да, двух методов, оно может быть устроено по-разному. Виктор Ильич, конечно. Да, и от этого механизма зависит. Я просто хотел сказать, что это не к нам, не к нам на том уровне, на котором я рассказывал. Понятно, да. Вот, это был высокоагрегированный уровень, очень. Вот, если рассматривать институт, то, конечно, для гуманитарной сферы вообще бессмысленно. Вот та система, которая в семье, абсолютно разумна. Но для физики исторически до сих пор, значит, как правило, можно опубликовать хорошую работу в К1, К2. Ну, просто физика по-другому выглядит, исторически, я не знаю. Конечно, конечно, да, я знаю. Вот, поэтому для Фиана система другая, и она разумна. Она, скажем, больно бьет по нам, по нашей лаборатории, потому что мы не физикой занимаемся, и нам очень трудно эти требования соблюсти, ну, как-то. Да, но это мы маленькая часть, не связанная буквально с физикой. В принципе, мы можем отвечать на эти вопросы. Вот, да. Вот. Ну, что касается применения, все-таки мы сделали гораздо больше в этом границе, чем я рассказывал. Эта модель, это только завершающая часть, а там есть еще была очень большая часть, связанная с антологиями, графами, базами и так далее. Ну, насколько это будет нужно, посмотрим. Разговоры идут все время. А что касается систем в других странах, ну, Юр, ну, у нас в лаборатории-то всего сколько человек? Нет, Андрей, это не оправдание. Мне кажется, Юра сказал, ну, главная вещь состоит в том, что гранты могут направляться не на, ну, как бы, стимулирование научной работы, а на повышение квалификации. Потому что все, что он говорит, это поездки, конференции, студенты, это повышение квалификации. Нет, 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 это не совсем так. На самом деле ездят с автором для того, чтобы именно научную работу проводить. Кроме того, привлекают аспирантов и аспирантам платят, так сказать, из этих грантов. Да, так что здесь все неоднозначно. И соотношение с зарплатой в действительности, когда я куда-то еду для того, чтобы научную работу с автором, так сказать, как-то инициировать или продолжить. Да, эти деньги, если бы не было этих денег, я вынужден был бы платить эти деньги и зарплаты. Поэтому здесь вот такого строгого разделения нет. Я на самом деле думаю, что через какое-то время этот код будет выложен, и те, кто захотят эту модель в своем направлении совершенствовать, смогут это сделать. Хорошо, это можно рассматривать как завершающее выступление. Когда мы, так сказать, к завершению нашего семинара нынешнего. Ну вот у меня, собственно, два таких комментария. Первый по существу я уже высказал. Собственно, и вторая часть тоже. Значит, речь идет вот о чем. Но все-таки модели такого рода, они оцениваются, по крайней мере, интуитивно по качеству, в зависимости от того, насколько успешна калибровка. И если вы не убедили читателя в том, что эта модель, в общем, более-менее адекватно описывает реальность, то дальше все ваши дальнейшие упражнения, они тоже будут сомнительными. Поэтому, значит, все-таки начинать надо с того, что вы калибруете модель и четко говорите, что вот у вас настроечных параметров столько-то. Вы на основе, так сказать, этих калибровочных параметров получаете хорошее совпадение с динамикой по таким-то, таким-то переменным. Вы приводите, значит, ну, на самом деле, оценку точности, это тоже важно, да? То есть надо смотреть, насколько точно вы действительно описываете реальность. Ну, и это, мне кажется, необходимый совершенно этап такой любой модели такого типа. И, на самом деле, если вы посмотрите в литературе, так сказать, ну, вот надо брать все-таки, значит, статьи, которые написаны экономистами. Потому что довольно часто там, скажем, люди из других специальностей, используя эти модели, так же, как очень долгое время, значит, там физики, я не хочу физиков обижать, но тем не менее, они там пытались, значит, моделировать процессы, которые происходят на рынках ценных бумаг. Экономисты никак не могли с этим согласиться, потому что любые, так сказать, ну, вот критерии, к которым экономисты привыкли, они, ну, в общем, не давали положительной оценки этой работы. Качественно вроде получается, а что-то интересное. А на самом деле экономисты привыкли к другой технике. И, в общем, этого, мне кажется, избежать нельзя. Калибровочные работы, они тоже подлежат верификации, вот до некоторой степени. Ну, по крайней мере, ну, не настолько, насколько это мы делаем для экономических работ, но все-таки это тоже важный момент. Ну, и второе, я уже тоже сказал, мне кажется, что вот самый центральный и очень интересный результат, ну, собственно, здесь поставлена скорее даже проблема, чем полученный результат, да. Вот. Это вопрос о том, как сочетать разные методы научной работы. И вот здорово было бы построить соответствующую теоретическую модель и отталкивать, может быть, уже от нее, значит, строить и достраивать ту модель, о которой сейчас есть. По речи мы на основе теоретической модели, мы многое поймем, я думаю, там, по крайней мере, кое-что поймем относительно того, как нужно обращаться с моделью вот такого типа, да, нацеленной на какие-то практические нужды. Ну, в целом, мне, например, было крайне интересно все это служить. Действительно масштабная работа, на мой взгляд, действительно новаторская. Так что громадное спасибо. Ну, вот, а теперь, значит, что у нас будет в следующий раз? У нас выступает Дмитрий Веселов, у него есть соавтор, тоже из него вышедник Никита Павлов, его аспирант. Тема звучит так. Политика макроэкономического популизма в условиях ограниченной рациональности избирателей. Ну, на самом деле, проблема популизма сейчас очень остро стоит, да, в связи с тем кризисом, который мы наблюдаем на Западе. Стараемся не наблюдать у себя. Да. Ну, да. У нас немножко другие проблемы, но, тем не менее, тоже достаточно серьезные, я бы сказал так. Ну, вот, проблема популизма, она крайне актуальна, и здесь вот рассматривается модель, где вот эта проблема, она как бы, значит, выявляется, и в рамках этой модели можно ее обсуждать. Мне кажется, очень интересный доклад. Так что я надеюсь всех присутствующих увидеть в следующий раз через неделю. Всем спасибо за участие докладчикам и тем, кто их слушал и выступал. Спасибо громадное. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Которые терпеливо слушали. Да. И агентов женского полупрекрасной половины с наступающим праздником. Да, это тоже хорошо. Это правильно. Правильно. Спасибо. Спасибо.